Всем привет! Сегодня на обзор к нам зашел Великий Восставший. Немного ранее героя давали за вход, а сейчас у нас стартанул турнир, где победитель также сможет его забрать. Поэтому давайте сегодня посмотрим на что способен этот парень. Поехали! Великий Восставший это легендарный герой типа защита из фракции Орды Нежити. Сразу смотрим его навыки. Первый навык. Атакует врага с вероятностью 30% накладывает провокацию на один ход. С книгами 30% становится 50%. И если мы этот навык применяем против легендарного героя, то получаем 55%. Урон у нас зависит от защиты. Смотрим его множители. 3,5 умноженное на защиту. Защиту ему дали 1421, достаточно неплохой показатель. Голого урона 4974 единицы. Неплохо. Второй навык. Атакует всех врагов. С вероятностью 80% с книгами все 100. Накладывает штраф атаки 50% на 2 хода. С вероятностью 80% также с книгами 100. Накладывает страх на один ход. На всех легендарных героев. Откат в базе 4 хода. С помощью книг сокращаем до 3. Урон у нас также зависит от защиты. Тут формула урона. 4 умноженное на защиту. Голого урона 5684 единицы. Для героя типа защиты этот герой может неплохо бить. Третий навык. Накладывает на команду щит и регенерацию 15% на 2 хода. Сила щита пропорциональна показателю защиты этого героя, что замечательно. Тут у нас наподобие как у Валькирии мы привязаны не к здоровью как у хпшников, а к защите героя. Так как он у нас бьет через защиту, естественно защиту мы будем ему качать, поэтому щиты мы будем получать неплохие. Откат в базе 5 хода. С помощью книг сокращаем до 3. Замечательный откат. Далее переходим к пассивкам. Аж целых 2 пассивки у этого героя. Первая пассивка. Когда союзника атакуют с вероятностью 100% полностью блокируют 1 удар, сокращая урон до 0. Получает этот урон вместо союзника. Переносит на себя все штрафы, которые накладывает этот удар. Против босса вероятность заблокировать удар и перенести штрафы уменьшается на 50%. Не работает при атаках по площади. Каждый раз, когда лечится враг, герой лечится на 20% от этого лечения. Тут у нас Великий Восставший работает наподобие, как работает Нехред. Единственное, что Нехред это делает через щит союзников и забирает на себя урон. Тут же мы работаем через пассивку. Есть плюсы и минусы. Минусы. Эта пассивка не сработает, если удар наносится по площади. Из плюсов все соло удары от врагов у нас будут получать не наши тонкие ДД, а именно этот герой. И также у нас лечение на 20%. Это замечательная штука, особенно в начале игры, когда у нас очень много кто одевает героев в сет кражи жизни. У нас Великий Восставший будет постоянно лечиться при каждом ударе. Вторая пассивка у нас увеличивает здоровье, защиту и скорость этого героя на 10% за каждого убитого союзника. Пассивка однозначно будет это хорошо работать, потому что Великий Восставший у нас работает через защиту. Он достаточно живучий, поэтому вероятность того, что он последний будет у нас из выживших в команде очень и очень высока. Также есть аура, увеличивать защиту союзника во всех боях на 30%. Отличная аура. Смотрим базовые параметры героя. Здоровье дали 20640 единиц, что здорово, учитывая, что он будет поглощать урон в себя. Атака нас не интересует. Защита уже говорил, достаточно хороший показатель. Скорость 97 для героя типа защиты неплохо. Крит шанс 15 стандарт, крит урон 50 минимум. То есть он не очень заточен на то, чтобы хорошо бить. Но тем не менее, множители мы видели, он может бить. Сопротивление 40, меткость 20. Меткость нам нужна, если рассчитываем на его штрафы. Сопротивление обязательно ему нужно, потому что он забирает на себя и штрафы с помощью пассивки. Тут отчасти хорошо. Если пойдут бить нашего хлипенького ДД, понятное дело, что у него все выкачано в урон. И о сопротивлении, как правило, речи там не идет. Мы даем сопротивление великому восставшему, он будет забирать на себя все штрафы. И если у него сопротивление выше, чем меткость у нападающего, естественно, будут сопротивления и штрафы не навесятся. То есть отличная лазейка получается, как избежать наложения штрафов. Потому что если бы расчет был бы через сопротивление героя, на которого идет атака, то у нас были бы проблемы. Потому что тогда великий восставший бы постоянно, наоборот, получал бы эти штрафы. Смотрим оценки. 18 тысяч оценок. Естественно, герой много у кого есть. Тут уже не повезло только у тех, у кого прям очень-очень новый аккаунт. И оценки у него очень и очень высокие. Причем герой получился достаточно универсальный. И он вам пригодится во всех стадиях игры. Просто вы немного по-разному будете его использовать. Теперь переходим к обвесам. Дабы симулировать максимально правдоподобную ситуацию, это 0-совый аккаунт. То есть видим, очень и очень слабый. Он всего 46 уровня. Почему нам это нужно? Тут герой максимально хорошо раскроется. Вы поймете, в чем прелесть этого героя. Когда давали великого восставшего, в комплекте с ним шел сет на регенерацию. И в условиях middle game, я думаю, это лучшее, что вы сможете ему дать. Сейчас мы протестируем именно эту сборку. Когда мы уже пойдем на арену, то я вам покажу своего великого восставшего, который будет актуален для игрока уже в лейтгейме. Пока же смотрим. Сапоги у нас на скорость, доспех у нас на защиту, перчатки у нас на здоровье. Что мы тут добиваемся? Того, чтобы великий восставший, именно эта сборка, должна быть подразогнанная и должна обладать очень и очень высокой живучестью. Далее мы даем сопротивление и мы даем меткость. Знамя мы берем либо на меткость, либо на сопротивление. То есть тут уже смотрите по параметрам, которые у вас получились и чего не хватает вашему великому восставшему. Амулет и кольцо тоже смотрите из того, что есть. Нас интересует защита, нас интересует здоровье. А в амулете, естественно, желательно еще иметь допы на метку и на сопротивление. По книгам книги лить все. Тут, понятное дело, книг еще нет на аккаунте. Книгами герой намного лучше раскрывается. По дарам отлично подойдет клетка молнии. Тут нас интересует вероятность защиты случайного бонуса от кражи, снятия или переноса. Плюс нанесение дополнительного урона. Также отлично подойдет оберег грешников, костяная броня. Тут мы помним про пассивку, он будет забирать на себя урон и было бы неплохо этот урон уменьшить. И также неплохо зайдет полиморф, особенно если у вашего великого восставшего не так уже и много сопротивления по итогу получается. Далее таланты в этой сборке, они пока выглядят вот так. Еще раз закрепляем. Артефакт у этой сборки выглядит вот так. Кник 0. Таланты вот такие. Далее мы пойдем по ПВЕ контенту, чтобы вы понимали как этот великий восставший выглядит. Теперь для тех у кого аккаунт выглядит пожирнее. Это мой великий восставший. В общем фулл каменная кожа. Тут уже нас особо скорость не интересует, поэтому сапоги идут. Защита. Доспех сопротивления. Перчатки также защита. Знамя сопротивления. Амулет защита. Перстень защита. Очень важно иметь Бижус Кланваров. 25% шанс получить обычный удар вместо критического до первого хода. Так как у нас этот великий восставший медленный. Вот такие суммарно статы мы получили. Опять же обратите внимание, специально я его для обзора не переодевал посильнее. Тут так сказать среднестатистический великий восставший. По книгам он у нас фулловый. И таланты у нас выглядят следующим образом. Тут он у нас больше заточен под ПВЕ контент. И поэтому взята ветка атаки с ВДМ для дополнительного урона. Для лейтгейма конечно же про ветку атаки забываем. И берем ветку защиты у нас. Ветка поддержки и при первом и при втором варианте сборки подходит. Даров тут также нет. Но дары обсудили. Но я нацелен взять оберег грешников и воспользоваться костяной броней. Возвращаемся на наш стартовый аккаунт. И идем в бой. Первая у нас это компания. Вообще в целом хочу сказать, что если у вас аккаунт и у вас есть этот герой. То это палочка-вручалочка по развитию. Серная тропа на невозможке. Соло он будет проходить 12.6. Просто это будет очень и очень долго. Когда я готовился к этому обзору. Я помогал докачивать великого восставшего. Я его именно этого великого восставшего в этой сборке отправлял 12.6. И он соло там себя качал. Плюс-минус это занимало 2.20 за одно прохождение. Но понятное дело, что он нам больше интересен. Как герой, который поможет закрыть компанию. Тут компания была адская. Вообще не закрыта. Я качнул ниндзю. Я качнул великого восставшего. И вот на сколько энергии мне хватило, я смог сюда дойти. Вот этот состав. Естественно я добавил пресет. Потому что мне не нравится, как по дефолту работает ниндзя. Потому что он все время стартует с А2. А нужно, чтобы заходил с А3. В общем, пример у нас будет 7.4. То есть 195 уровень врагов. Ну уже достаточно внушительный. И великий восставший, как никто другой, тут отлично раскрывается. То есть по сути он себя ведет больше как саппорт. Даже если у вас нет ниндзя. Потому что ниндзя шарда не падает. У вас все равно как минимум есть стартовые рарки. Тот же Каэль небезызвестный. И проблема Каэля. Он тоненький. И вот как раз таки в паре с великим восставшим вы сможете намного выше пройти. Потому что большую часть урона великий восставший будет забирать на себя. Плюс не забываем про его А3. У него есть щиты. У него есть регенерация. Тут ниндзя одет у нас в сет Кражи жизни. Поэтому в принципе он немного себя лечит. Но в любом случае мы понимаем, что ниндзя легко пробить. Конечно же я не буду утверждать, что эта парочка в шмоте, которые уже имеются, смогут полностью закрыть адскую кампанию. Но то, что они смогут подобраться к серной тропе, ну у меня нет сомнений. Ну и тут разберем механику. Видим у нас два удара, когда наносится. То первый улетает на нашего великого восставшего. Там второе, там даже три, четыре, если ударом наносится. Остальные у нас все-таки летят уже в нашего героя. Бой подошел к концу. Видим, что они у нас фуловые. Ну чуть-чуть не хватает у великого восставшего. Что понятное дело, что он на себя отнимает урон. Выводы. Как качер великий восставший не ок, но как герой, который поможет закрыть нам кампанию ок. Идем в подземки. Крепость двуликова. Тут естественно все печально. Аккаунт стартовый. Пройден только первый уровень. Великий восставший тут есть. Я его протестил. Дабы долго не ждать. Он тут полезен только как саппорт. Но учитывая уровень развития этого аккаунта, уровень шмоток, который есть, и прокачки героев, без великого восставшего, они бы и этот первый уровень бы не прошел. Потому что по итогу он единственный, кто остался жить. И уже в конце добил великого восставшего. Цитадели брать однозначно. Причем в любые цитадели он везде пригодится. Даже где ему не в цвет. Лабиринт Минотавра. Именно перевод великого восставшего на 6 звезд. Мне помог дойти уже тут до уровня 15. До этого они фармились на 11 по-моему. Да, верно. На 11 они фармились. Потому что тут уже не в цвет. Потому что стартовые герои у нас синие. И вот великий восставший уже помог затащить эту катку. То есть тут идея заключается в том, что я мог бы аккаун взять и посильнее. Ок. Мы бы легко закрывали бы цитадели с подземками. Мы бы просто уже возились там не на 20 уровнях, а предположим на 25 уровнях. Великий восставший он просто помогает опуститься по контенту там ниже. И вот тут вот отличный пример. Потому что эти волны убили бы всех. Но из-за того, что урон на себя забирает великий восставший, то у нас все и живут. И то вот. 15 уровень пройден. На волнах, когда начинались массухи, у нас практически наши тоненькие дд отлетали. Но когда начинались уже соло удары, все на себя забирал через пассивку великий восставший. И поэтому фаталист успевала их вылечивать. Ну плюс великий тоже на своем а3 и щиты дает плюс лечения. Без него эта команда, ну просто без шансов, они бы не смогли пройти 15 уровень. Далее плата ледяного голема, логово дракона и замок лава рыцаря. Принцип будет тот же самый. Забирая на себя урон, он поможет команде пройти выше-ниже. Эту механику мы уже разобрали на лабиринте минотавра. Где он немного по-другому себя ведет. Это гнездо паучихи. Тут он действительно хорош. Тут мы смогли дойти до 10 уровня. И это было непросто. Но давайте попробуем на 11 замахнуться. Тут из прелестей. Танчить на паучихи это не новость. Но проблема по цветам. Потому что паучата, ну во-первых, выбирают нужный цвет, где они доминируют. Здесь у нас красная стихия. Наши ДД, они синие. Поэтому, естественно, никто не побежит бить нашего красного танка. Но пассивка считает иначе. Потому что паучата наносят одинарный удар. Поэтому, не важно куда идут бить паучата. Урон на себя будет забирать наш Великий Восставший. И также тут из прелести. Если бы шмот позволял, то мы на Восставшего вешаем больше сопротивления. И вообще никакого яда у нас не будет. Тут обратили внимание, как сработала пассивка. То есть, Великий Восставший полечился, когда полечилась у нас паучиха. Клановые боссы. Вот обычно я говорю, ну вот когда будете в начале, попробуйте, поставьте. Я знаю, что тут третьего они забирают. С двух-трех ключей. Поэтому давайте на четвертого попытаемся сходить. Нам необходимо набрать 22 миллиона. Команда тут, считайте, что та же. Как говорится, на манеже все те же. Единственное, что мы Каэля сюда на место поставили. Так как Александр тут нам не сильно пригодится. Ну что, у нас у босса две масухи. Мы знаем, что не работает пассивка у нашего Великого Восставшего на масухе. То есть, вот как сейчас это происходит. Но когда у нас происходит наш шоторский удар. Сломление. То тут как раз таки он на себя все это дело и забирает. И пошел удар. Били Каэля. Но забрал он все на себя. Итак, переходим к концу. Ну, естественно, кто у нас остался последний. Не сложно было догадаться. Ну, тут ни у кого нет ВДМа. Герои одеты исходя из того, что было. Как минимум, докачать всем таланты, раздать ВДМ, уже урон подрастет. Все, что мы тут наколотили, это основная заслуга ниндзи. Итого, мы наколотили за один ключ сундук рыцаря. Зайдем второй раз. Уже явно у нас будет сундук хранителя. Ну и закрепить результат. Зайдем второй раз, посмотрим. Вдруг какой-то рандом был у нас. Ой-ой-ой, на кропалях. Так, так. Вызовет ли Тайрол? Нет. So close, как говорится. Ну, смотрите. В этот раз-то у нас уже 7,7 набили. И сейчас еще Великий Восставший еще 7 даст лямов. Нет, не даст. Но помечтать-то хотелось бы. В этот раз-то у нас 7,8 миллионов. Так что, за те ключи, которые даются в сутки, тут реально забрать топовый сундук на четвертом КБ, между прочим. А докачать всех до 60 уровня, раздать всем ВДМ, то можно уже и пробовать на пятого ходить. Выводы. У нас Великий Восставший выступает тут как саппорт. Щиты плюс хилы. Команда дольше живет. До мидгейма включительно. Я считаю, что Великого Восставшего есть смысл водить на КБ. Далее у нас идет Гидра. И на Гидру также есть смысл его сюда водить. Сейчас мы посмотрим, сможем ли мы тут что-то сообразить. 6,6. Ну давайте, мы пока просто проговорим механику. Я сомневаюсь, что они тут что-то адекватное набьют. Уж больно они слабы. Самый главный вопрос. Понятно, у нас голова гниения быстрее, чем наши Великие Восставшие. Но основная идея. В принципе, плюс-минус все то же самое. На А2 у нас штраф защиты, что очень и очень важно на Гидре. То есть Гидра будет слабее бить. А3 у нас под хил, тоже очень важно. И А1 у нас провокация, что очень важно для нашей головы гниения. Ага, сопротивление. То есть у нас недостаточно меткости. К сожалению. То есть тут явно нужно будет поработать над шмотом. Опять же, когда он появится. Потому что тут пока физически нет шмота. Поверьте, вот все, что лучше было, я на этих героев все одел и проточил. Я предвидел, что подобное может произойти, поэтому немного подготовился. До этого я полазил по просторам интернета. И относительно бюджетную и адекватную команду я увидел на канале Scratch Place. Относительно недавно вышел ролик. Если что, название вот у вас перед глазами. Вы сможете перейти на этот канал, найти этот ролик. Посмотреть статы, кто во что одет. На минуточку сходили на четвертую гидру и практически закрыли с одного ключа. Кто не в курсе, напоминает 36,6 нужно набрать, чтобы закрыться с одного ключа. То есть тут буквально чуть-чуть не хватило. После этого у него расторопность и сброс перезарядки на один ход. Вот тут я вам покажу его таланты. Великого восставшего. ВДМ у него есть в комплекте. И вот тут мы видим все его статы. Получается крит шанса особо не было. Поэтому вот тот 1,1 миллиона. Это работа ВДМа, ну и когда-никогда срабатывал у него крит шанс. Крит дэмэджа тут также не супер много. По стату мы видим, что это не какая-то заоблачная сборка. Вполне адекватные параметры. Теперь давайте забежим на арену. Тут просто я хочу это показать. Как выглядит арена новичка. Тут везде великий восставший. То есть если мы находим... Ну это какие-то вот сливные пачки. Мы их естественно в счет не берем. Тут я что хочу сказать новичкам. Если вы видите 6-звездочного, великого восставшего. У вас большие шансы, что это будет бесконечный бой. Я вот тут немного уже побегал, поиграл. Я нападаю на этом аккаунте. То есть вот если вижу 50-звездочного. Окей, мы сюда можем зайти. Проблема вся в том, что у меня тут почти все одеты в сет кражи жизни. Поэтому он постоянно лечится. То есть смотрите сколько лечения в него прилетает. То есть вот наши заходят и он очень-очень сильно лечится. Ну вот смотрите. Сила команды 75. У нас 91. Мы достаточно сильнее их. Но бой длился 2.39. Смотрите, великий восставший налечился у нас аж на 130 тысяч. Тарел бил, бил его. 105 урона нанес. То есть если вы заинтересованы идти на арену, то вам нужно снимать сеты кражи жизни. Ну в общем, что угодно, что будет лечить ваших героев. Это большая-большая проблема. Потому что тонну хила у нас получает вражеский великий восставший. Теперь мы залетаем на мой аккаунт. Первым делом мы идем в воины фракции. Смотрим. Нам уже нужен контент посложнее. Ну скажу так. У меня тут нет какой-то команды, которая мне прям нравится. Из вариаций, которые были, я выкидывал ротаса. И как раз таки вставлял сюда нашего великого восставшего. И в принципе, ну довольно таки неплохо у них получалось. Однозначно он больше зайдет тем, кто только-только закрывает. То есть когда наша задача дотащить всех героев живыми до конца боя. И получить наши три звезды. Великий восставший, ну прям то, что доктор прописал. Когда у нас уже все закрыто, и наша задача просто как можно быстрее проходить. То вот тут уже великий восставший не сильно нам интересен. Неплохо он зайдет у нас на А2 на второй волне. Потому что страх все-таки, как-никак, 50% вероятность, что Валькирии не будут накладывать свои щиты и контратаку. Но 50% вероятность. Поэтому, во-первых, у меня тут есть в команде Элегиус, который просто ставит на кулдаун перезарядки Валькирии. А второй момент у нас тут есть... Ну у нас тут есть герои в принципе с массовым оглушением. Поэтому, ну конечно же, это намного интереснее. Потому что контроль будет лучше. Конца боя не будет, так как пропало электричество и появилось аж на следующий день. Из того, что я еще хотел сказать. Это то, как ведет себя пассивка нашего великого восставшего на боссах. Также я это не проговорил, когда рассказывал про КБ. У нас есть 50% вероятность, что он заберет удар на себя и соответственно все штрафы. Поэтому у нас есть нотка рандома. И в целом эта приписка немного ослабляет героя. Потому что если бы он точно так же работал бы, как и на обычных героях. То явно разнообразие патчек с применением этого героя было бы в разы больше. На арене достаточно часто он встречается. В начале, когда герой только-только появился, он в принципе платину заполонил. Но потом все смекнули, что нужно убрать просто соло шоторов по типу ротаса. И этот герой уже не такой классный. Поэтому в платке явно их стало поменьше. Но тем не менее они есть. Сейчас найдем. 15 место. Первый раз мы встречаем. У нас в общем обычные сопра пачки, которые долго должны жить. Здесь мы видим в исполнении кебаба. Также куча пачек, где у нас кандрафон есть. В общем любой дд, который должен подольше пожить. Подобные пачки наш великий восставший отлично зайдет. Конечно же по крутости он не дотягивает до Нехрета. Но опять же, я уже 4 года в игре. У меня нет Нехрета. А великий восставший у меня есть. Поэтому если мы их будем сравнивать по доступности. Ну понятное дело, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Также уже вторую пачку встречаю, где Нехрет и восставший стоят вместе. Друг друга дополняем. Ну в общем зайдем с козырей. Я думаю, любой обзор, который вы могли уже наблюдать. Это как у нас просто обезоруживает Ротоса пассивка нашего великого восставшего. Проблема в том, что просто таких пачек уже на арене стало очень и очень мало. Ну давайте даже специально начнем пропускать ходы. Будем давать Ротосу походить. Давай Ротос. Тут естественно нам нужна Камни Кожа. Бижа, которую я уже показывал. По меркам арены у меня даже подразогнанный великий восставший. Потому что там прям подбирают так шмотки, чтобы вообще в допах ничего подобного не было. Если есть меткость, конечно же еще и А2, как кажутся Станову на годе. Тут замечательно. Страх плюс штраф атаки. Ну просто как доктор пошептал. И Ротос у нас бьет и ничего сделать не может. Опять же специально, ну не контрольных Ротос, ходи. Ходи, показывай, какой ты беспомощный. В общем, Ротос бьет и ничего не может сделать. Но реалии нынешней арены таковы, что против нас, как правило, какие-то сопра, сопра, жирнючие пачки. С которыми нужно долго возиться. Давайте посмотрим, что же мы сможем тут предложить. Ага, все мы не сняли. Ну тут, естественно, нам нужен баф атаки для нашего Барона. Вот, замечательно. Вот тут Барона он у нас защитил. Очень удачный получился пример. Заходит у нас Сифи. Она бы наложила сон. Так как пассивка у нас работала нашего Великого Восставшего, то этот сон забрался ему. Но он в камне кожи, поэтому сон не наложился. Далее заходит у нас Горный Король. Шотнуть хочет нашего Барона. Опять же, один удар, работает пассивка, поэтому наш Барон жив. То есть, ну мы понимаем, что после Горного сейчас Барон бы валялся. Тем более, что на нем штраф на слабость и на уменьшение защиты. А так он у нас доживает. Ход ему передается. И Барон делает свое дело. Отлично. Дальше вот тут интересный пример. У нас это Бракус. Потому что он вроде как и соло у нас шоттер. Но у него очень много хитов. И на нем классно вообще разбирать механику происходящего. То есть, пошел удар. Один забирает он на себя. Дальше оно все-таки вот летит у нас уже в того, кого убили. Поэтому он-то у нас... Пассивка его работает, но не очень хорошо. Примером еще может быть у нас Фолик. Он также достаточно много раз бьет. И тут тоже. Только первый у нас получается удар уходит. Кого он необходима. А дальше уже проблемы. А умираю уже. О, пошел. Раз, два. Да, и все. И остальные все-таки летят уже в нашего Ука. Что не очень хорошо. Тут, конечно, вот нехрет, неспроста воет лего. У него таких приколов не будет. И еще заскочим в Роковую башню. В принципе, в предыдущих обзорах я его уже показывал. Забежим закрепить, так сказать. Ну, в общем, нас интересуют жирные долгие пачки, которые просто будут долго жить. Берите весь сброд, который у вас есть. Предположим, нет у вас Кими. Это уже перебор. Можно той же скиллой заменить. Потому что, если в него много урона влетит, он все-таки умрет у нас. Поэтому нужен дополнительный рейс у команды. В общем, видим. Все по классике. Идут бить кого угодно. Урон влетает в него. Это не касается у нас массовых ударов. Ага, из-за отражения урона Тормин у нас сейчас самоликвидируется. Ну, а тут приходит А3, щит, плюс регенерация. Тирана можно заменить тем же Дрэкстаром, которого можно за частицы купить в арене 3х3. Просто на высоких уровнях выжигание массовое. Достаточно хорошо работает. Либо можно заменить Эпиком, которого также можно забрать в башне. Там есть также массовое выжигание. Ой, тут у нас даже так совпало. Есть Турвальды, которые также у нас соло-шоттеры по сути. Ну, только бьют они два раза. Поэтому один удар забирает на себя великий восставший. Второй удар уже все-таки попадает в цель. Оп-оп. И уже Турвальд никого не убивает. Плюс помним про штраф атаки, который уже на них висит, поэтому они бьют еще слабее. Бой подходит к концу. Смотрим, как отлично чувствуют себя наши чуваки. На них даже есть щиты. Полное здоровье. Конечно же сюда уже каких-то тоненьких ДД я бы не брал. То есть тут уже нужны и те, кто будет долго жить. Потому что на таких уровнях сложности великий восставший тоже не всемогущий. Это не быстро. 3.26. Но зато на минуточку 99 этаж. Хард башня. И все на автобое пройдено. Выводы. Великий восставший. Это находка для новичков. Это отличный герой для мид-гейма. Он поможет вам и на арене, и в ПВЕ контенте. Герой получился достаточно разносторонний. Для лейт-гейма он хорош на арене. Против соло-шоттеров. Но есть свои косяки, есть свои нюансы. Так или иначе, герой достоин вашего внимания. И это точно не тот герой, который должен пылиться у вас на складе. На этом обзор подошел к концу. Спасибо за просмотр. Было интересно, ставь лайк. Есть что-то дополнить. Комментарии открыты. Хочешь и дальше смотреть подобные ролики, подпишись. Плюс есть старые, их полно уже на канале. Тебе явно есть чем заняться. А я буду с вами прощаться. Встретимся в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok